Я еще раз хочу поздравить вас с этим праздником, который вечером созывает всех религиозных людей к исполнению этого праздника. Тема моей проповеди будет очень такая, может быть, не жесткая, но непонятная для многих людей. Это первый плод закона. Всегда говорят о том, что закон, он хотя и добр, но часто, когда мы говорим о законе Божьем, мы в сущности до конца не сознаем, что это такое. Ну, в глубине. У меня есть переписка, я вхожу в один из таких переписок пасторов по всему миру, в которые входят около 50 тысяч пасторов, служителей. И вот буквально 3 дня назад, или чуть больше 4 дня назад, был вопрос такой, типа, а шаббат еще это реальность? И кто-то начинает переписывать о том, что вот в последнее время тенденция многих христиан, верующих в Иисуса Христа, в Иисуса Мессии. И особенно неевреев, есть тенденция осматривать свою сторону Божьего порядка, или же 6 заповеди, которая записана была на горе Сынай, чтобы вернуться к шаббату, что такое шаббат, и началась дискуссия о том, и кто-то говорит, Христос, Мессия, Он освободил нас от всякого закона, и Он Господин субботы и всего того, знаете, какие-то такие, чувствуется негативный такой контент в самом послании. И там доктора наук есть такие, которые PHD имеют, и кто-то пишет, что вот у меня еще с 72-го года, когда я узнал евреев за Иисуса, с ними был знаком, все-таки они как-то так строптиво относились к этим, и даже высказать имя Иисус, им это сложно, и жалко, что через время они идут какие-то еще уступки, и потом они начинают возвращаться к закону Моисея, и им типа конец, сожалею, но вот возвращение в закон. Я всего лишь сделал два комментария. Я сказал, друзья, дайте мне, ну сказать, такое понятие, насколько законы Шаббата, и кто понимает, что такое закон Шаббата, и насколько он сегодня применим для сегодняшнего времени. Если мы говорим о том, что многие люди возвращаются обратно к закону Моисея. Закон Моисея имел одну свою сторону, сегодняшний Шаббат или же исполнение каких-то вопросов, оно совсем не подходит современному обществу, и даже тот же иудаизм как таковой, который уже прошел реформы, не имеет в себе того изначального контента самой сути закона Божьего. И вот, конечно же, и все так сказал, ну, конечно же, там как бы, если нарушали, в субботу побивали камнями, вот это правильно, кого из евреев сегодня побили камнями, вы это видели, нет, насмерть. Знаете, и больше ответов не было. Другими словами, когда мы говорим о Шаваоте, мы говорим о законе, который Господь оставил для своего народа. Сегодня во многих общинах и синагогах всего мира иудейское общество будет праздновать праздник Господи, который был один из трех обязательных праздников для поклонения. Слово «обязательный», чтобы вы помнили первое. Праздник Шаваот, он обязательный праздник, в который приходили люди на поклонение. Для многих христиан, которые уже понимают, что такое Библия, что такое вообще праздники, это слово очень просто интерпретируется. День Пятидесятницы. Но никто из них не задумывается, какой был первоначальный смысл. Каков первоначальный смысл того, что, Бог говорит, вы должны будете праздновать праздник Седмин. Для тех, кто уже немножко знаком с еврейской культурой, они понимают, что этот праздник, он важный. Те, кто к нам приходят в общину, уже давно скажут, да, да, Реба, мы знаем, это праздник закона Божия, который Бог дал, 10 заповедей, это праздник первых плодов и приношений. И ко всему это излияние Духа Святого во время Пятидесятницы в Иерусалиме. И так, да, вы правы. Все, что вы можете перечислить об этом празднике, оно, да, действительно так. Это первые плоды, это даяние заповедей, а это также излияние Духа Святого, чтобы мы переживали силу. Что же Всевышний все-таки задумал? Вот я думаю в этом празднике, я не уверен, что многие из вас разбирались вот в сущности первоначального праздника. Что Всевышний задумал в даянии этого праздника, в исполнении его? Кто-нибудь задумывался, нет? Или два человека задумывалось, представляете? Все остальные понимают, что это уже пришла свобода Пятидесятницкая, исполнится Духом Святым, начнем пророчествовать друг к другу, да? Но в сущности эти праздники, они очень сильно связаны между собою. Бог Всевышний делает это явным приоритетом для Божьего народа. Откройте вместе со мной исход 23 глава, 16 стих и числа 28-26. Это первое упоминание праздника. Мы пойдем к оригиналу немножко, посмотрим, что Бог имел в виду, когда Он говорил об этом. Наблюдайте праздники жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сел на поле. И праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. В день первых плодов, когда принесете Господу новое приношение хлебное, в седмицы ваши, да будет у вас священное собрание, никакой работы не делать. Другими словами, вдруг посреди Синайской, посреди пустыни, на горе Синай, Бог дает заповеди, которые говорят о будущем. Правда? О том, что должно происходить потом, когда они войдут в землю обетованную. И потому что сей там не было где, не было своей земли, если вы были в Негев, в сторону Синайского полуострова, там совсем все плохо. То, что говорят о том, что земля обетованная, чудесная, молоко и мед, и то, что Сережа пережил, там аж вдохновило его. Поверьте мне, когда мы идем туда поближе, на Синайскую пустыню, там совсем все плохо. Еще и когда жарко. Что имел в виду? Что задумал Всевышний, когда он говорил о том, что эти праздники важны? Я попробую связать то, что может быть иногда несвязанное. Ту заповедь, которую Бог дал, с тем обетованием, которое пришло в Брихоташа, в Новом Завете. Потому что Галатам 3,24 говорит. Итак, закон был для нас детеводителем к Мессии, дабы нам оправдаться верою. А если это так звучит, что закон, он был путеводителем к Мессии. И в законе был праздник, его обязательное исполнение. Значит, этот праздник некий путеводитель нас к Мессии, тому, что должно было исполниться в нем. Не так ли? Первое, что нужно помнить здесь, что это не просто шаваот, седмицы, праздник Торы или же, будем говорить так, первых плодов. Это путеводитель. Тот, кто направляет для исполнения. Поэтому каждый год происходило одно и то же, одно и то же напоминание, что должен прийти Машия, который сделает что-то особенное, что-то важное, что-то, что принесет народу нашему изменениям. Я понимаю, что в синагогах сегодня этот праздник немножко сузили. Знаете, вот сузили к пониманию, что на горе Синай Господь дал нам 10 заповедей. По этой традиции мы будем читать Тору всю ночь. И хаотически на этот праздник пытаются начинать обучать детей своих Торе. Что нормально, всю ночь сегодня ортодоксальные или богобоязвенные евреи проведут всю ночь бодрствуя в молитве, или, фактически, не молитва, а в чтении Торы. Очень интересно. Но все-таки, насколько это важно для нас. Сколько радости в этом празднике. Потому что этот праздник приносили разный плод, особенно первой пшеницы. Плод первой пшеницы, плод благодарственный. Название Шаваот, которое давно известно, как праздник седьмин. Отсчет от исхода. Семь недель, да? Или семь... Прежде чем, семь недель нужно было отсчитать, чтобы войти во что-то особенное. И знаете, во что это вход? Шаваот считается, что Шаваот – это заключающий праздник об исходе. Другими словами, да, мы вышли, Пасха прошла, но через 50 дней ты воистину входишь в полную свободу. Интересно. Этот праздник, он так и называется Ацарет. То есть завершающий праздник. Праздник, выражающий идею в том, что в день дарования нам Торы неразрывно связан с днем нашего освобождения из Египта. И на самом деле, буква, она что? Что делает? Убивает. А Дух, Он желудотворит. Поэтому нам необходима была не просто буква, нам нужен был Дух. Дух не только как бы вот исполняется Духом Святым. А нужен был Дух Бога Живого, который приведет нас к свободе. Этот праздник должен был высвободить нам свободу. Этот праздник еще называют Йом Габекурим. День первых плодов. Да, да, сегодня мы ученые. Мы врачи, адвокаты, банкиры. Золотых дел мастера. Но четыре тысячи лет назад, четыре тысячи лет назад, кем мы были? Скажите, пожалуйста, кем мы были четыре тысячи лет назад? Люди, которые знали, как делать кирпичи и соломы? Скотоводы? Мы вышли из Египта уже с народом или с поколениями, который не знал высшего образования, можно сказать. Не имея этого. Мы вышли в сторону нашего обетования с чем? Умеем делать кирпичи? И только иметь скот? Услышьте, пожалуйста, мне правильно. Очень важно нам понимать, что закон, который объединил нас, он нам нужен был. Бог дает на Синаи свой закон, 10 заповедей, для одной лишь цели – сделать нас народом. Я веду это очень важной теме, о том, что мы пережили тысячи лет назад в Иерусалиме. Бог дает нам Тору, или же 10 заповедей, для того, чтобы вокруг этой Торы сделать нас народом, не народом свободным, чтобы предоставить нам возможность сказать нашим детям те правила и постановления, которые сделают нас теми, кто мы есть – народом, знающим Бога. В этом сам смысл, сам удивительная вещь. Народ выходит как толпой из Египта. Там были евреи, и были те, которые не были потомками Авраама, Цаха и Якова. Они не были. Но вокруг Синаи что-то происходит. Что-то происходит тогда, когда Бог дает Тору и говорит, «Вы будете народом Моим». И тут флажок египетский. Почему? Потому что там тоже были египтяне, были другие люди из других народов, но они пришли и сказали, «Мы будем Твоим народом». Поэтому радость Торы о том, что Бог сделал нас Своим народом. Своим народом. Вот когда перед чтением Торы читают молитву, «Благословен Ты Господь Бог, наш Царь Вселенной, который собрал нас из всех народов и дал нам Свою Тору». Вау! Никто не задумывался. Мы думаем, что какая-то особенность еврейского народа. Вот ты избрал нас из всех, притянулся всех евреев, всех на месте, и ты дал нам Тору. Ты собрал нас из всех народов и дал нам Свой закон. Радость в том, что мы стали народом. Мы были племенами, мы говорим так, семья здесь, семья там. И случилось так, что у нас есть путеводитель. Закон путеводитель к Мессии. И Бог говорит, мне нужно им дать то, чему приведет их истинная свобода. Через много тысяч лет назад я начну их укоренять, притиковать эти праздники, которые они будут наслаждаться. Первое. В этот день Бог дал 10 заповедей. И один народ стал единым народом. Из всех народов. Закон Торы научил нас терпению. Как вы думаете, да или нет? Кто из вас понимает, о чем я говорю? Когда Бог дает законы, Он дает и терпение. Особенно в этом празднике. Праздновать этот праздник нужно. Как вы думаете, можно праздновать этот праздник каждый день в неделю? Праздник первых плодов. Можно праздновать, нет? Нет. А это значит, вот какой-то день кто-то посеял, а через время, ровно проходит столько времени, и ты, когда увидишь, что-то уже созрело. В этот день ты должен принести Богу благодарственную жертву. В другими словами, тебе нужно было столько терпения, чтобы дождаться, пока исполнится эта заповедь. Как вы думаете? Интересно, правда? Так же самое, как люди хотят жениться. Или замуж выйти. Нехорошо человеку быть одному. Или хорошо? Не, ну посмотрим это завтра на параде там. Ладно, не буду так сильно, а то в прямом эфире не поймут меня еще. Знаете, Бог говорит, нехорошо, но Он отлепится от родителей своих и прилепится к жене. К жене. И будет двое, одна плоть. И у них будут дети. Да? Но нужно дождаться, чтобы исполнилась эта заповедь. Нужно дождаться. Как вы думаете? Почитай отца и мать свою, и ты будешь долголетие на земле. Заповедь с обетованием, да? Ее нужно дождаться или нет? Да, конечно, нужно. Сначала нужно их почитать. Им нужно мамочка вышел и так далее. Ходить, убирать. Все, что нужно, мама скажет, что нужно делать. И потом где-то в конце жизни ты получишь обетование. Тебя тоже будут почитать твои дети. Всему свое время. Услышите меня правильно. Законы, они давались для того, чтобы внутри нас созидать чувство терпения. И третье, без Духа Божьего закон не доводил нас до совершенства. Это очень важно. Закон Божий, или Тора, без Божьего Духа не доводит ничего до совершенства. Потому что человек, он грешен, он приступает к закону Торы. Посему Рав, Шаул и остальные апостолы говорили о том, что кто из вас не согрешает? Кто из вас не согрешает? Кто не приступает к Торы? Тот человек совершенный. Могущий, без обладательства тела. Но таких у них нет. Посему у нас есть момент, когда мы приходим к Богу с нуждой, что мы несовершенные люди. И здесь Тора без Духа Божьего не доводит ничего до совершенства. Бог пишет Свою Тору. Последние времена пишут о том, что будет записана Тора на наших сердцах, на моем сердце. Чтобы мы не упрекали друг друга. Сестра, брат, познай Бога. Бойся Бога. Оно написано на сердце. Посему Духом Божьим только это может быть написано. Важно всем напомнить и значение того, что произошло 2000 лет назад. 2000 лет назад. В христианском мире этот праздник называется Троица. Я не знаю, зачем такое название сделали. Потому что объяснить праздник Шаваот не было другим способом. Никак невозможно было объяснить. Почему? Потому что фактически все связано было с землей. Но мы сегодня же и доктора, и ученые, и так далее. Но тогда, в это время, они назвали праздник Троица. Нисхождение Духа Святого. И я вам скажу честно. Это тоже было рождение. Я понимаю, я четко осознаю то, что у горы Синай Бог сделал свой народ. Он сотворил свой народ. Образовался народ Божий. Образовался. И со всех племен, как я уже говорил, образовался один народ, который следовал закону послушания перед Богом. На день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел, Бог тоже образовал себе народ. Он образовал, и там родилась на горе, на храмовой горе, родилась церковь. Божий из всех народов. Я не знаю, поняли ли вы откровение или нет, что они настолько связаны, эти праздники, что они неотделимы. Богом задумано все наперед. За несколько месяцев до событий, которые произошли в Иерусалиме, Ишуа говорит фразу, которая становится девизом благовестия. Иоаннов, 4 глава, 35 стих. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и шаваот начнется? Первые плоды. Это радостное время. А я говорю вам, возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае, справедливое изречение, один сеет, а другой жнет. Следующая фраза, очень интересно. Я посылаю вас сжать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Интересно. Ишуа – это семя, которое должно было умереть. Семя, которое Бог дал. Слово, которое пришло от Бога. И семя, если оно не умрет, оно не принесет плод. Поэтому он говорит, слушайте, друзья, ваша задача – жатва, а моя задача – умереть. Посеять надежду, которая принесет много плода. Я когда читал это, я понял, что фактически он говорит о себе и учениках. Потому что следующая фраза, которую мы все знаем, Луки 10, 2 говорит, «И сказал им, жатвы много, делатели мало. Итак, молите, Господи, на жатвы, чтобы выслать делателей на жатву свою». Понимаете или не понимаете, Ишуа обращается к ученикам. Он говорит к ним, что вот, у вас всего лишь 12, или может 70, чуть больше, но это мало. Делателей мало. Мало жнецов, мало работников. Посему нужно умолить Господина жатвы. Другими словами, давайте попросим Господина жатвы, чтобы была его совершенная воля. А его совершенная воля в том, чтобы никто не погиб, но подостигли вечности. Вот этот принцип, который сегодня заложен в Шаваоте. Я понимаю, что очень интересно даже раскрыть этот праздник, потому что Ишуа, он является для учеников неким прообразом будущих благ. Однажды, еще до того, как он вознесся, после своего воскресения, общаясь с учениками, видя, что им очень необходима крепость и мужество, потому что фактически он являлся немногим, Ишуа явился немногим людям. И даже заявить о том, что мы видели Мессии, нужно иметь дерзновение, нужно иметь хуцпу, некую наглость еврейскую, доказать людям, что ты что-то видел. И вот он говорит им, уходя с ними, сказав это, Дунн говорит им, примите Духа Святого. Зачем? Зачем нужен теперь Дух Святой? Разве его не было раньше? Вот читайте Давида, он говорит, Духа Твоего Святого не забери от меня. Все пророки говорили от Божьего Духа, Божьим Духом. Но здесь происходит трансформация. Трансформация того, что пережил израильский народ 2000 лет до этого. Иметься в виду во время Моисеева Завета. Может, мы ничего не понимаем здесь, но очень важно видеть, что события у горы Синай и то, что произошло в Иерусалиме, они связаны Божьим предназначением. Деяния апостола, 1 глава, 4 стих. И собрав их, он повелел им не отлучаться от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Яханан крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. посему они, сойдясь, спрашивали его, не все это время. Ты что? Восстанавливаешь царство Израиля. Мысль такая, ты восстанавливаешь царство Израилю. Помните, что Бог говорил к Израилю у Синая? Иерусалима, вы будете моим народом святым. Это святое предназначение было. По милости Божией, я понимаю, что мы не можем до конца понять о том, что хочет Бог нам объяснить, но в этом месте он говорит о том, что ученик говорит, ты восстанавливаешь царство, ты делаешь нас опять народом? Ишуа говорит, не ваше дело. Насколько мы будем обижаться, когда мы что-то спрашиваем у людей, что вы собираетесь делать? И все говорят, иди, не твое дело, иди, гуляй. И шо? Говорит, друзья, не ваше дело, времена, сроки, что будет, что не будет. Ваше дело быть послушным, идите и ждите. А долго? Какая разница? Сколько? Изначально эти праздники, седьмин, это лично мое понимание, что это было чудо. Чудо подородие. Потому что от Бога все-таки приходило чудо. Благословение, благослови твои поля, твое наследие, твой скот, я благословлю, да? И наш статистический праздник, седьмин, это некое Божье благоволение, чудесное благоволение к народу. То же самое я могу сказать об Духе Святом. Я хочу сказать, что это божественная, чудесная воля Божья. Это чудесное состояние, когда человек переживает крещение Духом Святым. Это от нас зависит или от Него? Он дает каждому без страха, без стыда, без... Перенимайте, пожалуйста, возьмите то, что у меня есть. Дар, он чистый. Но очень важно, как я уже говорил, исход 23-22, Бог обращается к Моисею и говорит, и будешь исполнять все то, что скажу тебе, и сохранишь завет мой, то вы будете мне народом избраны из всех племен, ибо вся земля моя, вы будете у меня царственным священством, народом святым. Сии слова скажи сынам Израилевым. Первая задача предназначения Израиля было быть народом священников. Поэтому закон был данным. И все согласились с тем, что это Богом данный, и мы состоялись как народ. И если смотреть на то, что происходило там, то в действительности в какой-то момент Израиль сказал, подожди, секунду, 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 секунду. Дуже страшно. Моша, ты иди, а мы подождем. Но в сущности они состоялись как народ и ожидали большего, чтобы состояться как священники. И вот здесь-то как раз Божье проведение, Он делает нечто большее, то, что произошло потом, через 2000 лет назад. помните, что написано было у Ишуа над головой? Кто помнит, что написали ему над головой? Что? Царь иудейский. Бог говорит, я буду твоим Богом и царем. Помните, да, когда, изначально, до определенного времени Ишуа становятся царем Израиля. Это надпись как провозглашение. Значит, у этого царя должно быть царство, которое Бог приготовил для него. И фактически исполнение твоего исхода 23-32. И ты из всех народов будешь моим царственным священством. При наступлении для Пятидесятницы все они были единодушны вместе. Там, где им должно было быть. Закон. Обязательный закон. И они все пришли. На праздник пришли. Они не ожидали, они не знали, что будет дальше происходить. И заметьте, там пришли другие евреи и богобоязанные люди на этот праздник. Они пришли почтить заповеди и плюс принести жертвы за благодарение за то, чем Бог их благословил. И знаете, в этот день там была Нива. Там была побелевшая Нива Израиля. Первый день плоды Шаваот. Ишуа говорит Петру одну хорошую фразу. Я говорю тебе, ты Петр, и на семь камней я создам свою общину, и врата ада не одолеет ее. В этот день, в день Шаваот, день приношения первых плодов, Ишуа, который говорит, вот уже Нива побелела, для вас, вы, 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 дал вам закон и Тору, как для своего народа. Это произойдет. Вы будете мне свидетелями. Внезапно сделался шум с неба, и как бы с несущего сильного ветра, и наполнился весь дом. Дом вот этот, где-то там вверху, или дом Божий. Все то, что было на Святой горе, наполнился все, наполнилось его присутствием. И исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всего народа под небом. Помните, я сказал вам, что он, вот оно, царственное священство из народа всех, он сделал себе один народ. В этот момент Нива, которое Бог приготовил, она была готова там, на этот праздник. Я не буду перечитывать все то, что там написано, за то, что люди слышали их наречия, в которой они родились. Они удивлялись о том, что Дух Святой давал провещевать о делах Божьих. И не буду говорить о том, что потом Петр, который боялся, бегал, прятался, отказывался от Мессии, вдруг он встает и начинает смело говорить о Христе. о Мессии, не боясь. И привело к покаянию. В тот день сколько человек покаялось? Сколько? Три тысячи людей. Вау! Хорошая жатва. Первые плоды, белая Нива, они сразу увидели действие. В тот же время, две тысячи лет назад, когда Маше пришел с горы со своими, не своими, а Божьими заповедями, он увидел, что народ развратился, в тот день погибло три тысячи человек, и Бог восстанавливает. Первая жатва. И все же Бог хочет, чтобы мы понимали, что это стало новой эрой священного обязательства, которое Петр провозглашал для всех общин. Первая Петра 2, 9. Новый род избранный, царственное священство, народ святой взятый в его дел, дабы возвещать совершенство призвашего вас в чудный свой свет. Вы и я стали частью народа. Мы стали царственным священным, смелым народом, называемой общиной, церковью, что немаловажно для нас и всех народов. Поэтому я могу сказать спокойно о том, что молитву, которую мы читаем перед Торой, которая гласит таким образом Благословен ты Господь Бог наш, Царь Вселенной, избравший всех народов и давший нам свою Тору. Это принадлежит нам сегодня из всех народов. Мы его новый народ. Мы его народ царства. давайте мы сегодня в этот день посмотрим на Ветхий Завет или Закон Моисеева. Сегодня он исполнился здесь. Как я уже говорил, закон без Духа он мертв. Он не может ничего сделать. но исполнивши Духом Святым мы способны исполнить самую большую заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим и всей своей крепостью и ближнего твоего как самого себя. Без Духа Святого это невозможно. Потому что когда закон говорит если не так по совести, делай даже не по совести, поступили так, сделай так. А теперь Дух Святого говорит у тебя и можешь сделать вот так. А что бы сделал Мессия? И то, что ты сказал, не просто можно было обвинить женщину в измене, а сегодня Духом Божьим дана нам выбор простить, помиловать, благословить. и это возможно только Духом Святым. Я бы хотел чтобы мы сейчас стали наши ноги, чтобы мы могли исполняться Духом Святым на каждом месте, где мы находимся. Для того, чтобы исполнить заповеди Господни, для того, чтобы получить силу и помнить, что мы его народ. Помнить, что этот праздник, он принадлежит нам и нашим детям. Помнить, что нам нужно и необходимо терпение, уважение и милость. Помнить, что Дух Святой, он излился в наши сердца, и он оставил там любовь. Это любовь его, это его милость. Я могу представить то чувство, которое переживали все остальные народы у горы Синай. Они вышли вместе с евреями и сказали, Пасха, мои дети живы. Ради детей мы вышли. А куда мы идем? Мы странники, пришельцы. Куда? Обитованная земля. А что нужно делать? Люди, евреи, что нужно делать? Не знаю. Только Моиша знает. Моиша, иди, иди на гору, иди, надо узнать, что Бог хочет, что дальше, куда идти? И он приносит заповеди. И говорит, будешь слушаться, будешь исполнять, назовешься ты моим народом. И Шуа является законом Божи, той Торой, которую Бог дал. Слово стало плотью. И Мириам правильно сказала мама его. Вы слушайте, что он говорит. Слушайте, что он говорит. И то делайте. Если вы не знаете Иисуса Ишуа, личного спасителя, если этот праздник Пятидесятницы, который празднуется в еврейских общинах, христианских общинах, троица, и другие праздники, которые вам никакого сенса не дают, просто как религиозный праздник, какое-то отбывание каких-то вещей, оно просто вас напрягает, я вам прошу задумайтесь 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 за себе. Откровение Иоанна говорит о том, что я видел миллионы, миллионы, миллионов людей из разных языков, колен, разных цветов кожи, которые преклоняли колени, они ложили свои венцы и говорили Агнцу, Божьему, ты достоин принять всю славу и честь, народ. Сегодня удивительный праздник, который говорит нам о будущем, что мы его люди искуплены, А если ты не принял Иисуса личным спасителем, какое искупление у тебя есть? Чем ты можешь гарантировать вечность? Чем ты можешь сказать, я хочу жить вечно, а нам хочется жить вечно, когда мы приходим к этой грани, когда вот-вот может быть инфаркт, а может быть еще не инфаркт, что-то другое, и ты думаешь, а что там, когда я закрою глаза? И как быстро оно ко мне бежит? Я не знаю, когда мой черед придет, но я точно знаю, что мое имя, оно записано в книге жизни. Это обещал Ишуа. Он говорит, вы не переживайте, что бесы вам подвинуются, люди исцеляются, вы будьте довольны тем, что ваши имена записаны в книгу жизни. Каким образом сказать я принимаю тебя Агнец Божий Иисус Ишуа Иса Джизус назовите как его хотите Он Машия, Он Мессия, Он тот, кто был закладом сотворения мира. Он уже дан нам для искупления, чтобы мы были Его народом. А то, что мы не поступаем по заповедям, это прощаемо. Я прошу вас, сделайте простую вещь. В этот праздник склоните свои головы, призовите Его святое имя и скажите Ему, Господь Бог Мой. Я призываю тебя, Иисус Ишуа, мою жизнь. Будь моим господином, будь моим Богом, будь моим царем. я верю, что ты умер на глаголском кресте. Я верю, что по Писанию ты воскрес из мертвых, чтобы дать мне оправдание. И что Шаваот этот праздник закона твоего и первых приношений, это праздник моей свободы, в которой я утверждаюсь. И я благодарю тебя, что Дух Святой, который сошел на эту землю, пришел в мою жизнь и во мне живет. Он сегодня меня направляет к покаянию, видеть будущее, когда идет этот мир и говорить о том, что этот мир закончится. Ты судья праведный, и я прошу тебя, прийди в мою жизнь, измени ее. Тебе слава, Тебе честь и Тебе хвала. Во имя Ишуа из Назарета. Аллилуйя. Назарета. Назарета. Господь, сойди своей силой, чтобы мы пережили пятидесятницы, пережили свободу. Свободу, Господь, следовать Твоим заповедям, принести свой первый плос. Нивы побелели. Господь, посылай своих шнецов. Я благодарю Тебя. Новая песня для нас. Для нас это новая песня. Свободы, силы, благоденствия. Это песня благовестия о том, что Ишуа из Царцарей, воскресший из мертвых, оправдавший меня и взял весь мой грех на себя. Агнец, даши мне свободу. И я прошу, Аба, приведи эту свободу для каждого из нас. Славь Славь Пойте дальше Будь Царю Субтитры создавал DimaTorzok